I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки и мы сейчас с вами Вот здесь, это очень странно Я там увидел за стенкой чувака, который ходит У меня почему-то, ну, как бы я же говорю, что карта, которая у меня есть этого уровня, она несовершенна И некоторые вещи на ней отмечены, это или как было по-старому, или то, что они еще не успели сделать И там было отмечено, что есть проход Но в любом случае, я включил запись сейчас не потому, что я заблудился А именно потому, что мне кажется, что я нашел способ выбраться А также потому, что я нашел еще одного обитателя Это то место, да, тут у нас вход в канализацию Тут вроде как... Сейчас, я точно хочу убедиться Да, там у нас будет Проход, если вы помните Отсюда можно пройти на уровень с Чубакой Вот здесь вот я увидел какого-то шатающегося урода Давайте мы сейчас Он тут где-то ходил, я не хочу его оставлять Поскольку Мне казалось, что уровень зачищен Или почти зачищен Слышите? Он где-то там Я хочу пойти с ним разобраться Иди сюда Да чтоб тебя Вот этот кидок у них просто... Да хорош, успокойся У тебя нет столько выносливости Он набирается сил И потом кидается на меня У меня опять батарейка закончилась на булаве Очень быстро, кстати Смотрите, смотрите Какие он мне удары наносит Да успокойся Припадочный Блин, а он меня вырубил Нормально Нормально И пошел такой себе по делам Так, ладно Нашел себе неприятности На свою голову называется Так, я не знаю Далеко, недалеко Сейчас будем пытаться Булава очень быстро жрет батарейку Прямо очень быстро Так Стоп А почему? Крупный кристалл Сияющий голубым Аааа Я понял Он перезаряжающийся Вот в чем прикол, да? Я подумал Почему булава так быстро съела батарейку Раз я поставил новую Она ее съела очень быстро Именно потому, что я поставил Другой тип кристалла Это перезаряжающийся кристалл Как мы, как, видимо А вот и проход, кстати Через который я сюда попал Я все удивлялся Как я попал сюда без тоннеля Он где-то там бегает Все Нам нужен вот этот проход Мы сейчас к нему вернемся Но Прежде было бы все-таки Неплохо найти этого перца Не хотелось бы здесь оставлять кого-то Особенно вот таких вот уродов Каменный сундук А это не сундуки тогда, случайно? Вот эти ребята Они очень Очень-очень агрессивные Прям Ну С ними тяжело У них начинаются вот эти приступы Они кидаются Кидаются На вас, в смысле Вот И Вон там, что ли? Стоп, а мы здесь были? Я не помню Ну, мне кажется Должны были Кстати Блин, нет Вы же не хотите сказать Что я тут застрял Нормально Тут-то, кстати Огонь до сих пор горит Почему-то Тут вон кто-то Мыло и стиральную доску Оставил Почему здесь огонь Почему здесь огонь до сих пор горит? Не надо Я боюсь Серьезно Я нифигища не вижу Я боюсь упасть В какую-то сейчас Канализацию И что мне затащит И Серьезно, боюсь даже больше этих ребят Куда ты побежал? Я же слышал Твой топот Там где-то Так Тут у нас Тогда не сундук Дело-то в том Вот это место Куда мы сейчас идем Это у нас По сути Проход На четвертый уровень Ну вот Я даже на секундочку Грешным делом Задумался А не сходить ли мне Наведаться К нашему Общему другу Как вы понимаете Вот Кстати, а тут Тут у нас вроде как Ничего такого Нет, тут просто Это же не сундук Это просто лавочка Для размышлений Да Вот А, еще Что я хотел сделать Давайте кое-что Давайте вот так R И вместо Вместо щита Не вместо щита Ладно Пусть там пока что Щит в самом деле Постоит У меня появилась Одна такая Идейка Немножечко Не немножечко Ну вот Я подумал Что раз мы столько Деремся У нас реально Очень быстро Заканчиваются батарейки Вот А раз они Очень быстро Заканчиваются То Возможно На те Баттлы Которые Не самые Тяжелые Нам стоило бы Использовать Не энергетическое Оружие Ну я имею ввиду Энергетическое Которое используют Батарейки Возможно Нам Стоило бы Использовать Обычное Оружие Так Я явно Немножечко Опять заплутал Сейчас посмотрим Вот Нам нужно По-моему Следующий Поворот Этот уровень Практически Уже Весь Зачищен Кроме Той стороны Куда Я Собственно Сейчас Пытаюсь Попасть Там Вроде Как Справа Если Все Нормально Можно Как-то Кое-где Кое-как Протиснуться Для этого Мне нужно Попасть К выходу С уровня А к выходу Вот я Сейчас И пытался Пройти Пока Я не Встретил А этого Чувака Пока Он Мне По морде Не Надавал Единственный Проход Который Существует Это Вот Через Вот Эту Развальную Стену Но На Карте Как Вы Понимаете Он Не Обозначен Где Где-то Топает Я Слышу Вот И Вот В чем Фишка Тоже Все Это Было Все Хорошо Тут У нас Вход В Канализацию Он Сюда Убежал И Предпочел Здесь Склеится Так Ладно Давайте Сейчас Быстренько Отхилюсь У меня Просто Беда По Зеленым Камням Прям Полнейшая Мне Кажется Что Маска Сейчас Этот Зеленый Камень Просто Доест И Он Станет Бесполезным И Восстанавливайся Пока Что Точно У меня Осталось Только Один Зеленый Да Так Это Пустое Тут Только Красные Я Вообще Опасаюсь Что Маска Сейчас Сожрет Камень Не Успев Долечить Меня Вот Это Будет Немножечко Печально Вот Восстанавливает Еще Вроде Не Ну Нормально В общем Такой Воюешь Воюешь Вырубаешь Чуваков И Тут Просто Одна Рандомная Штука Такая Выскакивает И Вырубает Тебя Ну Блин Обидно Конечно Сейчас Немножечко Было Самое Начало Серии Так Слабый Зеленый Да Еще Немножечко Хватит Полечиться Я Почему Продолжаю С собой Тапки Наскать Наскать Так Вход В Канализацию Нет Но Не Сюда Нам Сейчас Тут Точно Ничего Нету Нам 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 Вот Сюда Сейчас Где-то Как-то Тут Вход О А тут Я же В сундуке Что-то Все Обыскивал Конечно Да 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 Точно Точно Это Было Еще Когда Аж Две Серии Назад Еще Подумал Что-то То ли Щит То ли Что-то Такое Тогда Получается Из Этой Из Этого Коридорчика А из Этого Коридорчика Нам вообще Сворачивать По идее Не надо Было Он Он Ну Смотрел И Он Могла Быть Большая Яма Ладно Да Значит Здесь Нас Приводят К вот Этим Вот Воротам Которые Заперты То ли Я не Нашел От них Ключ Они могут быть автоматически стойте ребят блин а почему я не посмотрел на стоит когда был с той стороны с этой стороны явно тут не будет ни кнопки ничего почему я не посмотрел пока был с той стороны я просто не знаю они автоматически или нет с одной стороны с другой стороны по ту сторону ворот с одной стороны с другой стороны мы сделали уже вроде как все даже если ты был shortcut мне не влом потом сбегать за кадром если вдруг там есть какой-то рычажок пойти их открыть или что такое пока что у нас есть только проход через туалет но это такое по мелочи значит я практически уверен что здесь мы по на убивали почти что все что могли по на убивали так там дырка а пройти напротив нам нужно сейчас я пытаюсь сверяться с этой картой знаете чем если я не забуду я постараюсь эту карту в монтировать где-нибудь или в начале ролика или еще что-нибудь такое чтобы вы просто тоже понимали что происходит и про что я говорю нам нужно здесь здесь нужно большой поворот вот этот и он будет идти вроде как назад да а он так и идет теперь очень осторожно и внимательно нужная нам вещь находится вот за этой стеной я сюда могу пройти вы серьезно вот фиг бы я об этом узнал если бы не карта так хорошо за этой стеной у нас будет сейчас ох 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 вот этот как меняет геймплей то у нас будет сейчас нет вернись извините ребят туплю может где-то были еще такие стены через которые мог пройти просто этого не знал и не видел ящичек какой-то корзинка фига себе это было совсем не явно если что у нас тут вроде как два прохода один сюда один сюда нам нужно пройти ближний выведет нас к месту которая будет вроде как залочено тупиковая поэтому пойдемте сначала по вот этому сходим главное не бежим главное не бежим пока что да тут такой проходик себе то блин не беги очень опасно до самой стороны хочется побыстрее все пробежать а с и опасненько а как я хочу вот блин там внизу кстати тоже свет там внизу кстати тоже свет и дурак ладно пойдем по этим деревянным подмосткам по деревянным подмосткам не пройдешь нужно все-таки нужно пытаться зайти на парапет по парапету вроде как есть проход по парапету есть проход но я не могу туда пройти он застревает и падает я понял ладно ребят туда я пока что пройти не могу ну то есть я попробовал честно подмостки он развалены по парапету меня не пускает то ли невидимая стена то ли опять игра меня пытается про тролло лошадь но ну то есть по сути я вижу что кусок карты там есть и главное видно что там есть внизу вот это вот часть это очень интересно и по моему они стоп 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 туда можно попасть по-другому хорошо хорошо мы туда еще вернемся давайте тогда сейчас вот это выглядит вообще как вход на какой-то уровень может опять же какая-то канализация или что такое давайте мы сейчас тогда пройдемся по дальнему потом мы вернемся если получится все нормально будет и мы с вами попробуем пройти туда куда нас не получилось или это у нас какой-то там проход то ли назад то ли еще что-то будем будем посмотреть так здесь очень аккуратненько топаем знаешь чё отойти-ка дружище я же могу как-то это крутить правильно я хочу себе мост построить из этих штук я не знаю выдержит он меня или нет они железные да вы смеетесь нафиг не погоди положи положи здесь мост нужен был не сюда мост нужен был не падай пожалуйста если чё игру очень сильно проглючивает когда я пытаюсь все это сделать я хочу второй положить я себя чувствую небезопасно вроде прошел а вот это это вы это выглядит как как дыра если чё я совсем не уверен что я хочу туда падать вы знаете зачем погодите мне нужен факел нет ну ладно теперь безвыходно а мне теперь задница да все я не смогу те мостики с собой часу тащить не как уже что-то у меня такое стойкое ощущение что я зря сюда полез да да все мы погибли мы погибли выход можно было наверное щитырить и нажать alt f4 ее прс это ну вы поняли ладно ребятушки получается что мы с вами не сходили в подземелье да давайте я нажму продолжить я наверное мне кажется что если бы я взял бы с собой он те железки то может я прошел бы дальше а может и не прошел бы то его знает на самом деле вот так у нас тут уровень у нас тут все хорошо ложно маг быстро повторный атака отказ давайте давайте собственно мы настолько в старые до стародавние времена загрузились что это еще даже до прогрузки в портал ну круто круто вот это мы сейчас должны сделать вот так офигеть собственно только то то о чем я вас и предупреждал что на этом наш поход наверное и закончится на этот раз это ужасное место на естественно мы все читали уже вот мне теперь интересно другое так у меня на втором что два мяча какие они вообще на три с половиной но уже и на три на три с половиной на три никакущие мячи в общем собой у нас сейчас даже не знаю зачем я бегу дальше то есть явно мне тут уже делать нечего возможно я даже не знаю что возможно ну я явно это сохранение я никуда удалять не буду это все-таки корзина головой повторно проходить это на запись я тоже смысла особого не вижу интересно кстати здесь из чубака сколько это 10 серий назад было больше будет вообще посмотреть на какой серии я пришел на этот уровень в какой серии вот ладно хотел хотел пройти туда где не был но по сути получилось что я в пролете ладно ну на самом деле она как бы вроде как и обидно на вроде как ничего пережить можно поэтому я не сильно расстраиваюсь тут честно наш чувак вывалится это то которого тут заперли вообще не до тебя сейчас просто так и дышь так ладно ты у нас та 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 цветочки ну сейчас я себя чувствую то есть допустим мой моральный дух сейчас и мой моральный дух по сравнению с тем когда я в первый раз попал на этот этаж они очень сильно различаются поэтому сейчас я вообще не вижу никаких препятствий ой блин я вазу уронил нет с чем там был нас с мечом такой же меч как у нас кстати все равно раз я сюда попалась я хотел сразиться с чубакой когда я нахожусь в полной экипировки в полной броне но раз уж я сюда сейчас попал я хочу его попробовать найти пусть даже не в той брони с ним сразиться в которой я был то хотя бы с тем своим умением которые я себе приобрел хочу проверить свою скиллуху немножечко не то чтобы я прям подозреваю что она сильно выросла или чет такое но все-таки интересно кстати него в этой комнате тогда и заперли или в этой где-то здесь поэтому ребятушки наверное хочу чтобы вы еще немного но не то чтобы потерпели а по были со мной со мной в этом прохождении тут у нас куча свитков блин вот этого на самом деле позже не хватает когда я ходил по базару и по големам наличие свитков очень сильно огорчает я хочу больше свитков хочу больше лора блин да это хороший чайник который взять его с собой не взять не инвентарь вообще пустой я могу с собой таскать все что угодно вот этот например выложите взять вот этот а прикиньте одеть это чайник это час чубак сюда придет мне на самом деле сейчас больше всего интересно проверить кто сильнее чубака или эти диаблы с которыми мы дрались у это хорошая булочка которая на их потом еще долго с собой таскал вот да я их одену конечно бля офигеть сколько мы в уровне с того времени прокачали то что у нас не шкафчик вот этот шкафчик все я понял я хочу попробовать сейчас найти здесь попробовать с ним сразиться у меня довольно неплохие показатели жизни сейчас то есть меня хватить должно ударчика на 2 наверное может быть даже 3 посмотрим где мне в прошлый раз встретился он даже каждый раз по-разному встречается на так скелеты иди сюда иди сюда ушля пока не твой доспех нужен до того как я встречусь с этой мутью все сложили у него же явно кираска то получше а ну а у нее покрытие разве что маленькая будет да но сколько она на пробитие блин она на пробитие такая же черт побери латные наплечники они кстати что получше одену их там еще один скелет ходит мне в принципе такое на него некий раз эту одевать не буду она не годится меч двуручный тоже брать не буду чет не знаю в этот раз я практически не ходил то с двуручными оружиями мне понравилось вот эти вот dual wheel то что называется двойные одноручные но еще со щитом тоже неплохо заходил самом деле меня сейчас больше всего бомбит не потому что я сдох и потому что мне придется играть с этого момента меня бомбит с того момента как я сдох вот это было ну как бы довольно нечестно со стороны хотя с другой стороны ничего не должна это играет кто я чтобы утверждать что было нечестно но раз ты туда уже свалился но могли бы дать какой-нибудь там досточку чтобы я мог положить и выбраться и все иди сюда иди сюда эти тоже наваляю он мне что красный урон нанес ты еще живой меч блин отпусти у меня меч в баге застрял все склейся блин а мне нанес красный урон это некрасиво с его стороны было сейчас хорошо поножи нет на самом деле мне не такие же плохие эти так тут у нас колющего чуть получше режущего чуть получше покрытие такое же неудобство больше давайте давайте я нацеплю их наверное наручи вот эти вот они у меня перчатки снимают все так да ладно не то вот это вот такое поножи мои получше были да ну да да мы и получше вот у я с собой пустую банку с портаска до свидания не получше столько две больших банки так где эта тварь мы сейчас будем играть пока я с ней не сражусь или пока она мне не не уфигачит или пока я ее не убью вот и уже с этого будем делать какие-то выводы сейчас как назло ее нету нигде вот он ладно она мне запомнилась меньше понял 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 тебя понял да я встану хотя бы да ёпара сюда да я встану не смей меня убивать убила ладно да на самом деле она мне запомнилась поменьше я вот теперь наверное думаю что она все-таки помощнее будет чем давайте хилочку выпью мне сейчас все равно я скорее все будут загружаться мне хочется попробовать как это все будет да возьми что и оружие то вот эта тема еще бесит немножечко ладно что ты роняешь оружие когда ты сдох окей все нормально это я могу понять но то что его вот потом в панике быстро приходится подбирать и всякое такое вот это вот не очень красиво так хорошо куда оно пошло интересно я бы ударил сколько раза два три я не знаю сколько раз его надо бить где-то там до блин просто как тряпичную куклу нет ну а меня еще и рором выбило до выход вот тут меня только что загрузила игра без оружия и ну собственно вот вы все видите я побежден окей а встань пожалуйста где мы втором мечта вот он ровненько на лавочке так лежит почему-то беру этот меч а второй выбивается у меня и только потом ладно такое дело на хилку абсолютно плевать потому что он меня убивает с двух ударов если попадая под тяжелую дарту в принципе с одного мне теперь интересно что было бы с той броней которая у меня была там то есть если бы на мне была хорошая броня мне все-таки интересно сразиться и наверное ой блин да ну не ты а кстати на меня продолжает действовать бутылочка несмотря на то что меня вырубили это неплохо вот ну блин ну вы видите типа скелеты и вся эта тема они уже просто ни о чем это у нас кстати выломанная дверь до проход в за ой блин то сдохни уже все успокойся ну да да скелеты абсолютнейший перестали быть какой-либо угрозой и потому что знаете у меня сейчас это персонаж который уже успел повидать всякого дерьмеца в жизни и мне уже такой да ну какие нафиг скелеты вы о чем а да 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 это же дверка заперта она ведет нас начало уровня я вспомнил сейчас вот эта дверка у нас не заперта и да да вне ключ собственно от той дверки блин так-то по-хорошему о баночка спасибо так-то по-хорошему ну наверное я для себя перепройду потому что дальние участки мы обходили полностью целиком и все да ну блин привет а давай иди сюда два удара главный под этот не подал выйди встань ну кровь из него идет не патор это он не может руки опустить я пытаюсь его затыкать но ой блин он меня прессует очень жестко а я не могу замахнуться на затык потому что он руку не может назад отвезти сдох тварина я его затыкал или знаете что мне больше кажется что он сам просто изрезался об мечи он просто тупо сам изрезался от мечи то есть он застрял он не мог опустить руки за стены вот и постоянно тыкался пузом об мечи и он тупо просто сдох и знаете не так уж и долго его надо убивать даже вот этим оружием ну то есть до этого я по нему парочку хороших ударов сделал сейчас у него не так много у него не так много хп-шки а на самом деле у него хп-шки столько же или может быть даже чуть меньше чем у диаблы потому что диаблу я рубил заточенным мечом и электрической булавой и по нему уходило там сколько ударов 8 9 прям таких хороших качественных а этот чувак просто просто сдулся он огромный он тяжелый но никчемный вообще блин кстати привет этому месту кто помнит мы тут обсуждали что это мусоропровод или или это кормушки для лошадей офигеть а это кстати эта кружка показалось стороны что эта книжка валяется ну вот как то вот так вот она все и решается вот как то как то она все так вот и решается и чувак абсолютно не страшен ну да он вырубит пару раз и согласен мне сейчас все таки больше именно повезло то что он завис он по меня мог просто расключит но просто стоило понять его тактику стоило в чуть-чуть повнимательнее посмотреть на его атаки и убрать фактор адреналина фактор страха который был просто очумезный в первый в первый раз когда я его увидел я там просто мизинцем шевельной боялся бежал в панике второй раз я просто закрыл в комнате тоже не подходи ко мне и все а вот если тебе уже плевать если ты находишься в таком состоянии что тебе плевать и типа ну давай ну давай поменяемся ударчиками давай то он перестает перестает быть какой-либо угрозой вообще проследи за писарями да это было такое что же самое да фух все чубака ты чмо официально тебе заявляют и просто никто и звать тебя никак так все зачем я сейчас бегаю дальше я не знаю банку потратил по идее с другой стороны я убил чубаку чем не сейчас самоубиваться если я убил чубаку и мне тут опасаться на этаже вообще больше некого и наверное не даже эта банка не особо-то вперлась куда-нибудь знаете чё ребят да на этом получается что у нас ну кстати помните бесхозный скелет когда-то шатался такой а я вот это же не обыскал да хотя может тут и нет ничего какая разница уровень этот кстати не такой уж и большой и в нем кроме чубаки опасаться абсолютно нечего скелеты кстати наверное наверное я теперь ни одного скелета не буду здравствуйте ни одного скелета не буду сбрасывать в обрыв наверное их всех теперь просто зарублю блин они хуже чем мои печаль чуть импульса получше но они хуже чем мои вот я не буду ни одного скелета справа сбрасывать в яму вообще никого не буду сбрасывать я мы пойду сейчас просто людей давить своим личным эго так что наверное да да мне кажется ли скелет где-то лазит где-то такие звуки вот блин а где туша это я его уже наверно не найду да он там где-то в другом коридоре остался так а ну да да вот собственно туша у нас должна быть вот здесь где-то а вот и яма здравствуйте чувак ты со своим щитом и фланцевой булавой можешь идти куда подальше просто я тебя в клинч взял одной рукой держу его его булаву второй рукой просто по морде наваливают а на сдохни а да ребят тем не те кто мне говорили что нужно бы зайти на арену на арену нужно зайти но чисто с точки зрения интереса то есть говорят что зайди на арену чтобы научиться драться на мой взгляд тогда игра была бы была бы не такой интересной нужно пройти нужно пройти через все отстаньте от меня с людьми разговариваю нужно нужно мне красный урон наносишь серьезно нужно найти пройти самому через все этапы игры понять всех противников слабых сильных для того чтобы оценить все то есть я считаю что я получил офигительные ощущения от того что например я в свое время боялся скелетов они мне казались очень страшными противниками потом я бегал от этой страшной чубаки потом големы довели меня буквально там ну да не буду говорить о записка старый свиток приняв эту клятву я сказал себе что жизнь моя больше не имеет значения теперь то теперь же тасс смелость то чувство цели быстро исчезает я еще в других силы но нахожу их в глазах лишь такие же сомнения они насмехались над нами теперь я вижу правду это все бессмысленно а вот это кстати интересно находили мы эту записку в прошлый раз или нет потому что я помню где-то двоих скелетов или чё то такое или одного или двоих по моему двоих я сбросил как раз в таки в эту яму и вполне возможно что у меня же до сих пор все записки с собой да ай как я был глуп и наивен ну да я же потом перецеплюсь через это все ну я надеюсь что нет ну ладно так это мы все записки мы выбрасываем записки книжки все что там ни было бы мы выбрасываем в бесконечную яму вот я их тогда в прошлый раз сложил и больше к ним не прикасался но на самом деле я не вижу в них пока смысла так шкатулки надо подбирать ключки кстати таки не использовал книжки книжки да я сейчас поступаю крайне по-варварски если чё о еще один свиток к чему я это все сейчас ребятки делаю потому что в любом случае это прохождение для вас оно наверное заканчивается еще свитки я эту шкатулку освободить хочу на этом для вас приключения корзина головы опять же заканчиваются потому что ну мы прошли практически все мы достигли своего максимума а те вещи которые мы не увидели с одной стороны это недостаток а с другой стороны это огромный плюс потому что как вы знаете у нас будет второе прохождение и это очень важно то, что у нас будет второе прохождение в нем же нужно будет потом чем-то заниматься и вот этим вот чем-то у нас и останется на второе прохождение. Во-первых, хочу заранее сказать, что у нас остались не только конечные вот эти локации, недоисследованные, как то же самое подземелье на рынке. Сам рынок мы обходили вдоль и поперек. Так и не добрались до того места, к сожалению, до которого я изначально хотел добраться. Ой, из-за того, что мы так глупо сдохли, блин. Но я, по крайней мере, пытался туда добраться. Так что... Вот. Так, латный поножи. Я буду потихонечку в латный переодеваться. Вот. Для себя я, наверное, доперепройду все вот это. Это у нас, кстати, дверка, которая ведет на тот же самый рынок. Ха, кстати. А знаете, в чем прикол? Рынок на рынке у нас очень-очень сильные соперники, но практически нет лута. А лут у нас есть как раз на джанкшен и у големов. К големам заходить вон там через ту дверку я считаю глупым, потому что на нас сразу же практически там нападают. Это неправильный заход к големам. Вот. А правильный у нас будет именно через джанкшен. Так что, наверное, я зачищу вот этот этаж. Сделаю все то же самое. То есть я схожу к... Я схожу на джанкшен. Попробую не сдохнуть от синих чуваков, потому что вот они реальная угроза. До сих пор. То есть Чубака перестал для меня существовать как персонаж, а синие чуваки реальная угроза. Так. Че я здесь лазаю? Не знаю. Просто так лазаю. Я это вообще все делаю только для того, чтобы пока что рассказать вам свои планы, чем я займусь. То есть у меня в конце... В конце этого прохождения... Я уже говорю про то прохождение. Это вот до сих пор оно же. В конце этого прохождения было два плана. У меня был план зайти выпустить Чубаку и попробовать с ним сразиться. И у меня был план зайти к боссу у големов и попробовать с ним сразиться. План с Чубакой осуществился вот таким вот неожиданным образом. я вроде как и сам не думал, не гадал. Я эту штуку просто убил и все. Вот он. Говно кусок. Вот и смертушка-то твоя пришла. Не знаю. Может быть, ты даже... Улыбнись. Возможно, ты даже попадешь на превьюху. Шевелись. Блин, я его не могу поднять. Я его не могу не перевернуть. Ничего. Ну-ка. Я его руку могу поднять? Я могу поднять его руку. Привет! Да, ребятушки. Тогда получается, что вот я сейчас этот еще уровень вкачаю. Уровень прилетел вообще очень быстро. Уровень вкачаю. У меня получатся щиты пустые. Но щитами я не особо-то и пользовался. Так у меня вот все бойцовские навыки вкачаны. Выходит, что для вас на этом история Корзина Голового заканчивается. Для меня она продолжится потому что я пойду его перепрокачаю. То есть я опять зайду на Джанкшен опять зайду к Големам опять зайду на рынок в подземелье. Ну только к Големам я зайду пораньше для того, чтобы получить броньку подостойнее. Чтобы все остальные локи ну то есть теперь я по крайней мере знаю правильный порядок прохождения по локам. Вот. Не надо лезть в подземку не надо лезть никуда короче из Джанкшена надо лезть сразу же туда к Големам. Это единственный правильный путь. Вот. Все. Нового я ничего делать не буду. Я не полезу в подземелье рынка. Я не полезу ни в какие новые места ни в какие новые локации. Не буду опять пытаться там пройти хотя попробовать взять пару досочек с собой попробовать там как-то пробраться возможно это реально к тому же это место там существует мне интересно что там за дядька синим камнем возможно это еще какой-то артефакт кстати 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 кто знает можете мне написать чуточку об этом в комментах то есть не без спойлеров а давайте так напишите мне реально ли туда пробраться во-первых надо банку оставить напишите мне кто знает точно наверняка реально ли туда пробраться вот пройти по вот этой вот дорожечке обвалившейся хоть как-то и попасть а знаете в чем прикол я не знаю никакой обратной дороги то есть даже если туда попал бы вот здесь я там сваливаюсь даже если я возьму с собой какие-то деревяшки железки я как-то это все потом пройду а как обратно-то они же вряд ли становятся под таким углом чтобы я мог забраться короче это вопрос вопрос очень большой на который мне нужны ответы и желательно без спойлеров поэтому я не полезу пока ни в какие интернеты не буду пока ничего сравнивать смотреть и всякое такое значит 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 можно ли на рынке пробраться по вот этому тайному проходику сбоку во-первых а во-вторых стоит ли это делать если вдруг можно выясниться что можно расскажите мне стоит ли это делать что там лежит артефакт или лор или зачем мне туда вообще нужно так хорошо что у нас еще осталось у нас очень сильно остались незачищены первый и второй этаж у нас осталось ну по сути самые чистые у нас этажи как раз третий третий у нас по-моему прошерщен весь до основания потому что именно с этого этажа я стал очень хорошо разбираться в картах и стал хорошенько понимать что вообще происходит вокруг очень хорошо у нас зачищен джанкшен потому что мы его тоже вылезали с ног до головы и мы туда возвращались много раз поскольку это реально перекресток всех дорог и через него мы проходили много раз и реально у нас очень хорошо зачищены големы но в големах у нас остался опять же непройденный босс вот хорошо значит нас ждет очень много чего интересного веселого нового что самое главное во втором прохождении потому что оно будет как вы понимаете за другого персонажа скорее всего я так понимаю что у нас будет магия во-первых первое новшество нам придется выбирать между боевыми какими-то умениями и магическими умениями а это гораздо сильно гораздо усложнит сюжет потому что тут у нас например мы до конца игры прокачали 15 уровней 15 умений грубо говоря но они все нам были нужны мы брали умения на драку брали умения на ношение брони и потом еще брали умения на щиты исходя из того что со щитами я практически не ходил исходя из того что со щитами я практически не ходил я могу наверное подзабить на прокачку щитов тогда у нас есть проницательность и концентрация и как они работают я не знаю я возможно наверное за кадром чуточку хотя бы почитаю не в интернете а просто зайду здесь и вот почитаю описание всего вот этого что здесь написано с моим новым пониманием игры возможно оно мне откроет какие-то новые реалии так я не хочу сильно прямо сейчас разговаривать про следующее прохождение оно просто точно будет другим и интересным мне самому не терпится его начать но так же так же так же ребятушки давайте не будем перенасыщаться как говорится потому что даже самыми вкусными конфетами можно объесться вы же в курсе мы сейчас это у нас получается последняя серия прохождения за корзина голового после этого у нас на канале будет другой проект я еще не знаю насколько он будет длинный или короткий ну точно не длинный он будет или короткий или средний просто у нас сейчас есть несколько кандидатов вот то есть мы сделаем небольшой перерыв отдохнем от их за ним немножечко переосмыслим ее и вскоре мы вернемся уже именно на второе прохождение и там уже это уже совсем другая история как говорится а пока что ребят привет вам от казиноголового спасибо что вы были с нами это было очень интересное путешествие очень богатое на эмоции знаете иначе зачем играть в игры если в них нет эмоций правильно поэтому это самое главное то что дарит игра это эмоции это путешествие было очень богато на эмоции за что этой игре безусловно очень благодарен надеюсь 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 что возможно к нашему второму прохождению возможно допилит какой-то новый уровень я был бы безмерно рад этому потому что мы с вами сталкивались как минимум с тремя переходами на новые уровни которых пока что не существует это было и на рынке это было у големов это было и на джанкшине то есть явно будут какие-то еще уровни которые мы еще увидим в будущем но их пока что доделывают напомню что игрушка еще не релизнулась вообще ни разу так что да и в общем-то как-то все ребятушки на этом на этом у нас все спасибо что были с нами и увидимся в дальнейшем в дальнейших прохождениях в дальнейших приключениях всем удачи добра бобра всем молодуши и всем покеда в дальнейших в дальнейшем Субтитры подогнал «Симон»